Друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я хочу с вами поговорить о двух популярных моделях на рынке носимой электроники, о двух конкурентах между собой. И это, конечно же, браслет от компании Xiaomi Mi Band 6 и браслет от компании Huawei Band 6. Очень похожее устройство между собой, но я, забегая вперед, скажу вам, что отдала все-таки свое предпочтение браслету от компании Huawei. И у меня на это есть несколько веских причин. Даже несмотря на то, что многие из вас, я проводила небольшой опрос у себя в Instagram, ну, как многие, опять же, 50, где-то 5% проголосовала за Mi Band 6 от компании Xiaomi, но я с вами не согласна. И в этом видео собираюсь объяснить, почему. Погнали! Ну и, конечно же, огромное спасибо хочется сказать магазину Smart Life на T-Mall, который предоставил мне эти гаджеты. У меня у самой в пользование был Mi Band 6, и хорошо, что я теперь знаю, что такое Band 6 от Huawei. Склад у этого магазина находится в Москве, поэтому доставка будет крайне быстрой по России. Ссылочку на него обязательно оставлю в описании, тем более, что впереди Новый год, а подарочки нужно покупать, и мне кажется, что браслеты отличный вариант. Некоторые мне написали, что 100% стоит отдавать предпочтение браслету от компании Xiaomi только потому, что там есть NFC. Но, друзья, как вы отнесетесь к факту, не мнению даже, а к факту, что в Бенде 4, несмотря на наличие NFC, оплата не работала, по крайней мере, в России точно. Я не знаю, как ситуация обстоит сейчас, потому что и Smart Life мне прислали Mi Band 6 без NFC, и у меня в пользовании был Mi Band 6 без NFC. Поэтому работает эта опция на данный момент, я понятия не имею. Но недавно я видела на 3D News новость о том, что якобы оплата заработала, и сейчас все хорошо, но проверить эту информацию не могу. Поэтому, друзья, если вы уже пользуетесь Mi Band 6 с NFC и пользуетесь именно бесконтактной оплатой, то есть не только на словах мне сейчас скажете, что вот у меня Band 6 с NFC и все работает, а именно оплачиваете товары бесконтактно, напишите, пожалуйста, в комментариях, удобно работает, ну и вообще как вам. Но в целом, да, соглашусь, NFC вещь крайне примечательная, поэтому если вы постоянно пользуетесь бесконтактной оплатой именно с руки, а даже не со смартфона, то, наверное, вам стоит отдать предпочтение браслету от компании Xiaomi, опять же повторюсь, если эта опция работает. Ну, а если нет, и вы такой же не суперактивный юзер NFC, как и я, или делаете оплату только с помощью смартфона, то вам все-таки рекомендую посмотреть на браслет от компании Huawei. Он получился интереснее, практичнее и для меня как-то приятнее. В общем, объясню, почему. И начну с дизайна. Честно говоря, Mi Band как-то уже приелись, и дизайны новых моделей от предыдущих не сильно-то отличаются. У Huawei браслет больше, площадь соприкосновения с кожей также больше, и это может быть как плюс, так и минус, ведь по функционалу устройство очень похоже. И тут, конечно, важно отталкиваться от пожеланий будущего пользователя. Что вам больше нравится? Что-то маленькое, легкое и практически невесомое на руках, или уже что-то приближенное к часам? Huawei тяжелее, хотя не намного, но экран при этом больше, и всматриваться в мелкий шрифт не придется. Хотя по цифрам так не скажешь. Ремешок с классической застежкой и дополнительным фиксатором. И этот браслет у меня еще ни разу не отстегивался случайно. Ну, очень надежная застежка. Казалось бы, у компании Xiaomi браслет тоже выполнен качественно, да, и так просто его не отстегнешь. Но во время переодевания или, например, когда надеваешь куртку, вот этот вот хлястик, он постоянно у меня отстегивается. И браслет либо слетает полностью, либо вот так вот висит на дополнительном фиксаторе. Мелочь, но неприятненько. Что касается дисплея. Я люблю красочный визуал, и тут, конечно, у компании Huawei огромное преимущество, потому что и дисплеев больше, и сам циферблат как-то смотрится интереснее. Тут, честно говоря, даже свое фото поставить можно, поэтому простора для творчества просто уйма. Я такое люблю, и для меня это, естественно, огромный плюс. Разве что разбудить часы можно будет только с кнопки, которая находится сбоку, либо подъемом руки. У Mi Band от компании Xiaomi все как и три года назад без особых изысков. Но разве что есть одна очень крутая фишка, даже целых две. Первое – это пробуждение экрана двойным тапом по нему, чего нет у компании Huawei. И второе – это автоматическая регулировка яркости в зависимости от освещенности. Окружение, я имею в виду, атмосфера вокруг. Ручками ничего настраивать не придется, браслет в темное время сделает яркость более приглушенной, а на свету выкрутит значение на максимум. Но мне посчастливилось съездить с этими браслетами в Дубай, и поэтому опцию я проверила вдоль и поперек. Могу сказать следующее – опция работает не всегда корректно. Ну а на ярком солнце порой информацию на браслете от компании Xiaomi можно было частенько просто не разобрать. У браслета от компании Huawei при равных условиях ситуация была куда лучше. И, кстати, поднятием руки браслеты пробуждаются не одинаково. Huawei куда быстрее. Важно! Этими браслетами я пользовалась в большинстве своем для приема звонков, ну или отклонения их, и для уведомлений. Так вот, с Huawei куда удобнее. Уведомления в превью не открываются полностью, но и хотя бы пролистать можно до самого первого. У Xiaomi уведомления открываются сразу же все целиком, поэтому, чтобы дойти до первого сообщения, придется листать ленту очень и очень долго. И еще одна очень удобная фишка – у браслета от компании Huawei есть возможность ответить на звонок каким-то заготовленным сообщением, чего у браслета от Xiaomi и в принципе-то нет. Продолжу рассказывать вам об отличиях. Не буду фокусироваться здесь на всем функционале, потому что мне кажется, что вы уже массу обзоров подробных на эти устройства посмотрели. Я сфокусируюсь на различиях, повторюсь еще раз. Так вот, у Huawei есть еще одна прикольная опция – это возможность измерения кислорода в крови на протяжении всего дня. Учитывая нашу коронавирусную ситуацию, вот эту всю пандемию и так далее, мне кажется, это очень прикольная и полезная опция, потому что в таком случае никакого дополнительного оксиметра покупать не придется. У бренда компании… у бренда… у браслета компании Xiaomi эта опция тоже есть, но она замеряет кислород не на протяжении всего дня, а по требованию. Значение ниже 90 или даже 94 – это повод обратиться к врачу, ну или как минимум позаботиться о своем здоровье. У меня же с этим все в порядке. Что же касается результатов тренировок, то браслет от компании Huawei оказался чуть точнее. И я считаю, что это, наверное, заслуга более надежного ремешка, более плотного крепления, более близкому соприкосновению и большей площади соприкосновения с кожей. А может быть и нет. Но то, что его расстояние оказалось ближе к реальному – факт. У Huawei также есть оповещение о том, что вы слишком далеко отошли от смартфона, что дает возможность в моем случае, например, не потерять смартфон, не забыть его где-то или вовсе убережет от воришек. Автономность. Крайне любопытный момент, и я тут в какой-то степени даже очень разочаровалась, потому что до этого, напомню, пользовалась Mi Band 6, и у меня не все опции были включены, но где-то неделю смартфон работал. Мне казалось, что, ну, наверное, так и должно быть. А здесь, при равных условиях, со включением всех абсолютно опций, всех возможных опций на максимальной яркости, Mi Band проработал у меня всего лишь 4 дня. И это, на мой взгляд, как-то уж совсем слабовато, учитывая, что браслет Huawei при этом продерживался порядка недели. К тому же, браслет от компании Xiaomi еще и заряжается дольше. С нуля за 30 минут он набрал примерно 40%, в то время как Huawei набрал в два раза больше 80%. Ну и один утешительный факт. Если использовать браслеты как часы, то Xiaomi проработает примерно 9 дней, а Huawei порядка 14. И вы сейчас, возможно, зададитесь вопросом, Ален, ну неужели у браслета от компании Huawei нет ни одного минуса? Конечно же, есть, друзья. И это взаимодействие с устройствами от компании Apple. Поэтому все, кто сидит на айфонах, видимо, вам придется посмотреть все-таки в сторону браслета от компании Xiaomi. Что вы теряете? Это управление музыкой. На устройстве от Huawei в сочетании с айфон управление музыкой недоступно вовсе. С Xiaomi Mi Band 6 таких проблем совершенно нет. Но для меня, опять же, это не совсем минус, потому что я тут перехожу медленно на Google Pixel 6, и там уже никаких проблем с Huawei нет. Как-то так, вот такой сравнительный небольшой обзор опыта использования и эксплуатации получился у меня по поводу двух браслетов-конкурентов. Напоминаю, это был Huawei Band 6 и Xiaomi Mi Band 6. Что выбирать? Мне кажется, вам нужно отталкиваться от зова сердца, от того, к чему ваша душа лежит больше всего. Ну, а я свое предпочтение уже отдала, и оно определенное, бесповоротное и окончательное Huawei Band 6. Ну, а что выбираете вы? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие плюсы, какие минусы видите для себя у того или иного браслета. В любом случае, делитесь своим мнением, будет любопытно почитать. А я с вами прощаюсь, напоминаю, что эти браслеты мне предоставил магазин Smart Life на T-Mall, у которого склад в Москве, поэтому доставка по России будет крайне быстрой. Успевайте, приобретайте, потому что впереди Новый год, время подарков, время волшебства. Возможно, один из этих браслетов вы выберете в качестве своего подарка для кого-нибудь. В общем, желаю всем всего самого хорошего. Слишком долгое окончание какое-то получилось. В общем, всех благ вам, пока!